Ну что, доброе утро. Субботнее. Тепло, плюс 19. Я сейчас выгляжу вот так. Иду в кафешечку завтракать, а может уже и обедать, потому что уже на самом деле далеко не утро. Я сейчас пришел со спортзала. Часа, наверное, 2,5 там пробовал. До сих пор так и не устал. Иду в кафешечку, меня там ждет Надежда моя. Та самая. С песиком. Будем кушать. А вот и кафешка. Называется Рокки Блу. Потому что, почему Рокки? Потому что Рокки. Пока Надюша все не съела, это у нас хоть что-то для меня и называется Киш. Пирог. Пирог из яйца и всякие овощи внутри. Все подряд. Еще мы сидим на таких вот модных стульчиках. Вот мы идем между домами. Райнхаус. Смотри, я даже не знала, что здесь. Рядный. Да, между обычными советскими домами, я хотел сказать. Трехэтажками. Четырехэтажками, да. Прямо посреди во дворе стоит. Вот это старая Сталинка. Просто реновируем. Да. Похоже? Похоже на наше? Ни хрена не похоже. А вот. Вот как он может выглядеть. Да, в нормальном состоянии. Здесь стиль гараж. С подземным гаражом написано. Круто. Это просто раза 3,4,5. Дом на 5 семей. Вот. И с гаражами внутри. Явно, что свежим каждого там. А, да. Вот. Вот еще и выводы. Воздуховод или что-то. И дворик внутри. Охренеть. Просто во дворе. Просто во дворе. Вот так я жила. Вот так мы очень были. Крутяк. Вот и у маленького каждый. Ага. Таких сколько на весь Берлин? Насколько жила я в таком жиле? Кстати, нет. Как раз такие эти. Если смотри по площади, то дом в Берлине дешевле, чем... Серьезно? Да. Вот такой вот? Да. Вообще. Так, надо порыскать, надо поискать. Сегодня мы едем смотреть Мерседес. Мы приехали в один из салонов Мерседеса. Представительство. Это вот такое большое стекляное здание с кучей этажей. Там, по идее, нужно будет много разных машинок посмотреть, на пощупать. Идем. Посидеть. На посидеть. Ну, хорошо. Это что у нас? А-классы? Ну, цвет. То есть, они начинаются с 44? 10. Ни хрена си. А, цвет. Смотрите, какой классный цвет. Вау. Офигенный. Я не знаю. Это что-то из моего. Вау. В общем, мы сейчас пойдем смотреть, смотрите, на машинку. Офигенный цвет. Вот. Сказали, что такое цвет роза голд. Называется. И он доступен, и он доступен, вот, розе, голд, металлик. И он доступен для Ашки, для ЦЛА. Это ЦЛА вот, вот та ЦЛА. И для каких-то там еще машинок. Или электрических. В общем. А, вот, да, вот этих вот электрических. И КЮА. И ИКЮЦ. Крутяк. Сейчас пойдем смотреть дальше, что тут есть. Смартик. Это тоже смартик. 2003-2002 старенький. А нет. А почему он называется 2003? А, машинка 2005 года. Обалдеть. Вот такая Кабрик разбирается. Это у нас стенд С-класса. Подъемный. Смартик стоит 140 тысяч. А эти по 70. Новенькие, красивенькие. С-шечки. А, они разные. Хм. Давай смотреть. Везде кожа. Все дела, конечно же. Мега-обустройство. Клево. Здесь много этажей. Те, которые открыты, они с багажем. Да. Сотожатся. Это платик не точный. А мы потом снизу его снимем. Все С-шечки, ой, да, все С-шечки стоят 70 тысяч. Они примерно, ну, по сути, они даже все разные. Модели разные, двигатели разные, модели одинаковые. Электрические там есть, но они все стоят по 70. Да. А вот мы дошли до Е-шек. И длинных, и коротких. Сколько Е-шки стоит? Е-шки стоят... Не сказано. А, кстати, смотри, вот это вот Юнге-Старн. Юнге-Штерн. Это какие-то... В Е-шке большой экран посередине, квадратный. И обычные двери. В Е-шке в дверях и колоночки есть. Ну, куча рифленых дальше. О, кабриолетик. Мы зашли в какую-то комнатушку. Реально комнатушка. А заходим, а там вон сколько машин внутри. А, это офисы. Это именно офисы. Прикольный. И здесь очень даже крутые модельки. Эско. Это что у нас? Покрыто какой-то фигней. В-8 битурбо. Внутри маленький экранчик. Красиво, конечно. Красиво, все прикольно. АМГ GTR. Что у нас есть еще? Джипики. Целый ряд джипиков. Ой, красненький. Откройте, пожалуйста, красненький. О, здесь куча каких-то. Куча-куча разных. Это ГЛЕ. И она уже получается продана? Смотри, внутри. Да. Вишки и сиденья. А это еще и АМГ-пакет. Вот экран наполовину. Как в твоей ежке, только эта большая. Да. Куча кнопочек. Ну, это классно сейчас. Ну, почему? Она сама по себе. Выглядит симпатично, но по удобству использование не... Потому что... Потому что тачскрин? Угу. Нужны кнопочки. Угу. Вот такая 150. Или все 200. Еле. 175. 175, да. Ровно посерединке. Вот. Там вообще шик, блеск, красота внутри. Сладненько. О, смотри-ка, какие фары. Вот. В марсиках тоже такие есть. Кротящиеся. Это электрические, кстати. EQ. Старый ML. Новый называется GLB. 50 тысяч. Самый дешевый диппет. Он мерс, который умеет летать. А это у нас B-шечки как раз-таки. Да, что это 50 с чем-то, что там. Ну, это, извините, джипик. А это вот с большим багажником, такая семейная. Газовый джипик. Вот, я говорил B. Ну да? Серьезно? Да. Хорошо. Потому что он квадратный. Я за эти же деньги очень кучу. Хорошо. Идем дальше. Здесь B-шечки. Нытьем, пойдем-пойдем наверх. А вот там маленькие уже пойдут. Мы к маленьким и идем. Мы идем смотреть все. Да. Даже вот этот водопадик. Цешечка-купешечка. На нее же можно сесть. Можно сесть. Смотри, какие окна. Смотри. Да, да, да. О, подсветка. Пес уже. Пса хороший вкус. Уже старается внутрь сесть. Красные линии. Строчечка. Строчечка, да. Строчечка, плюточек. Ага, знаешь, как назад залезть? Здесь нету зада. Здрасте. А, ну как, через окно? О, смотри, панорамное стекло. Крыша панорамная, да. Вот через верх. В общем, ищи переключатель. Как назад залезть? Там такая, знаешь... Позвоните с ассистентом. Ну, возможно. Там нажимаешь кнопку, ну, типа, дергаешь ручку. У тебя так как откидываются сиденья, ты должна потом дергать другую ручку, отодвинуть. Да. Да нет, я прикалываюсь. Здесь просто есть кнопочка, нажимаешь, и сиденье само так вот уезжает с тобой. Окей, вместе со мной? Да, опускается. Вместе со мной опускается? Ну, сейчас покажу. Пахнет кожей, синтетикой? Ну, нет, пахнет приятно. Вон там сверху куча кнопочек, затемняющееся зеркало, датчик дождя, куча кнопочек. Вот лепестки, про которые я говорил. Переключай скорость. Ой, я такой виден. Помнишь, вчера мы обсуждали скорость? Да, ну, это как на гоночных. Да. Я такой симулятор. Вот эта коробка передач. Это мышка. Компьютерная мышка. Да, вот это я имею в виду. А, это я знаю. Я такой в кошельнике такой. Вот с каким мы игрались. А это не та палка, которую ты переключаешь вперед-назад. Тоже разница есть. Такое мне нравится. И красные... Да. Во время сильных маневров или аварий оно натягивается автоматом еще. И сидение двигается. Теперь мы сделаем финт ушами. Останешь ты сидеть, пока дверь будет открываться? Или ты встанешь? Я встану. Но это зажмет. Вон кнопочка. Вот как раз твоих пальцев. А, R? Это R. Плебеи. Это не автоматика, не разум. Потому что это C-шка. Пойдем в E-шка. Пойдем в E-шка сядем. Это GLS. Обрати внимание на размер колес. Как раз тебе, да. Как на тракторе. Да. В деревне, наверное. GLS. Багажник открытый. Это пассажирское только сидение. Видишь, здесь уже больше кнопочек для управления. И ты можешь двигать и вперед, и назад. И вниз, и вверх. Ой. Вот так двигай. Да. И это двигать. И вот это двигать. И облокотись назад головой. Ой, там что-то двигается. Да, да, да. Но, честно говоря, в купоне понравилось больше сидеть. Потому что это слишком большая для тебя. Да. Я маленькая была. Это не вкупое дело, это в C-классе. А это S. Она большая, сама по себе внутри. Куча подсветок. Тут еще внутри голубые, всякие там зеленые. Чтобы видеть грязь, да. Обратите внимание. Просто так открыть нельзя. Если надо нажать на шмопочку, она открывается. Панелечка. Нажимаешь так. Окей, окей. А, так это как тачпад. Да. А вот это? Не знаю, что. Это машину поднимать и опускать. Потому что она на воздушной подушке. Летают. Типа того, да. Уже не ездит, не касается земли. Она на воздушной подушке. Большой-большой экран. И панораммой. И панораммой. Конечно. И сзади уже значительно больше места. Вот, 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 вот кнопку вот это. Но здесь нету, как в Тойоте есть, для беспроводной зарядки. Немцы отстают. Ну, да. У них же производство долго. Смотри, сзади на цешке нету, а на этой уже есть. Здесь своя панелька, свои кнопочки, свое управление. Здесь своя зарядка, свой что-то положить. И 220 вольт. И так далее. И сзади третий ряд. Сзади его не видно, но там есть третий ряд сидений. И его видно. Да? Ну, ладно. Ну, короче, там тоже все круто. Можно таксистом работать? В этой машине? Тогда поездка будет значительно дороже стоить. И так в Берлине такси стоит 50 евро. 50-70 евро. И то только почему, потому что там Ешки. А если на такой Ези, то еще будет дороже. Ладно, что, пойдем смотреть выше. Это вот та цешка, которая тебе понравилась. Обрати внимание на двери по сравнению с той, да? Разница. Потому что это джип. И на панельку. Перед такой же, все такое. Чем в Эс? Чем в джипике, где сейчас такой же сидит. Конечно, ты в Эс была, она здоровая, неудобная. А эта цешка, она поменьше. Как раз под тебя. Мне нравится. Ну. Ты еще где подровнять сиденье? Вперед, вот эта вот штука. Не работает. А она выключена, что ли? Ага. Она не заведена. Покажи, она заводится с ключом или нет? Там есть ключ. Значит, насевшая вообще. Если нажмешь педаль тормоза, зажмешь и нажмешь engine, она должна завестись. Ясненько, ладненько. Вон, значит, в другой пойдем сидеть. Ну, если мне нравится, то сиденье нам приятнее. Ну, все, значит, тебе, короче, цешка. В общем, все классные. Угу. Ну, ты еще в двух не сидела. А, тогда ты в трех не сидела. В ашке. Да. Вот, мы уже вон на какой высоте. О, как много всего. Ну, нам еще, еще полтора этажика пройти. Идем дальше. Попробуем. Это Е-класс. Это Е-класс Т. Универсал. Видишь, у меня уже совсем другая отделка. Не как в С. Там по сравнению с этим более дешево. Здесь панель другая, управление. Кнопочек больше. Руль двойной уже. Лепестки для скоростей. То есть... И она, кстати, включена. Стекла не опускаются? Нет. А может, это типа демо? А, он говорит, B-trips online. Типа батарейка засела или что? Гнадцать вольт. Мы его на выпущем. Слушайте, на самом деле, если ты посмотришь, тут машина некоторая. Ну, я на ней про заметила. Снизу такая стоит коробочка. А, да, я видел, да. Думаешь, это зарядка? Ну, чтобы двигатель или что-то. Ясно. Ну, короче, вот он говорит, что... Здесь мы ничего не потыркаем. Не, ну, это можно настроить, потому что у меня вперед не тянет. Но, смотри, давай, выходи. Той предыдущий мне понравился, потому что, не знаю, но там не было. Там салон, там у водителя покруче. Двери и все такое. А это Ешка, она просто больше размером и больше финтиклюшек. В целом у тебя не будет столько места, а в Ешке у тебя дофига места сзади. Больше управления. У тебя на дверях свои кнопочки открыть-закрыть. Затемнение. Это колонки. А, да, вот у водителей в Берлине вот такие машины. Е-классы. Поэтому и проезды столько стоят. Дорого очень. Пожалуйста, Стар, оставляйте ее открытым. Окей. Вот. Так, идем дальше. Еще одна комнатка на этом этаже. Заходишь, а тут оказывается... О, куча еще машин. Юнгештерны. Какие диски, а? Так, мы ищем С. Здесь С нету. Серьезно? Я так понимаю, здесь тоже. Я не знаю, что Юнгештерна... Молодая звезда. Ну, а что такое модель? Может быть, новые модели, а-ля последние. Фиг знает. Или, может быть, скидочные какие-то акции. Юнгештерны. Зум-Мерседес, Ви-Ам-Эр-Стен-Таг. Ну, как в первый день. А-а-а. Здесь вообще не новые. Это получается Юнгештерны. Это поддержанные, купленные, но молодые. Типа, не совсем новые, но... Да неужто мы нашли? Нет. Она закрыта. Да, это звук такой... Это панелька, когда включается. Вот это А-класс. Итак, смотрим, что у нас в А-классе. Здесь всего лишь одна кнопочка, только обогрев. Обдува сидений нет. Ну, это, скорее всего, можно опционально докупить. Повыше. Пиша. Пописту. Бой с Надей. Скоти, бой с Надей. Я-да, писту. Все тусы здесь. Панелька с мышкой. Вот видишь, серединка, она крутая. А сидения вручную двигаются. Вру пониже. Угу. Да? Ну, это точно можно докупить, как опция электрическая. Кстати, да, Илюк, да. Как тебе по размеру сидения? Потому что сидения особо не поменяешь. Там два варианта, может, каких-то все. Сашка все-таки вышла. Хотя нормально. Но именно как спину держит. Как вон, вон, вон. Шейп. Слева-справа, миша, да? Да. Ага. Мне нравится. В целом, приятно. Короче, А и С, окей. В целом, приятно, да. И задумывался. Как же еще себя похвалить, чтобы не наоборот. Это цешечка с белой кожей. Мерсик все-таки лучше Ситроэну, да? Ой, какой красный. Кирпич красный, квадратный. Ну, там роза голд. А здесь красненький. А это такой матовый. А ты про этот? Нет, нет, это кремовый такой, не очень. А это? Закрытый, конечно же. Ясненько. Тогда лучше не трогать. Да, красная кожа все внутри. Здоровый. Круто. Ну что, пойдем дальше искать? Пойдем дальше искать. Это очень дорогая комплектация. Белая кожа. Дерево. Деревянная отделка. Часы. Часы посередине. Круглые циферблаты отдельные. Круто. О. Белая внутри. О, здесь сиденье мне тоже нравится. Ты посмотри, сколько места сзади. Ну, это потому что я вперед, у меня сиденье просто на меня. Ну да, наверняка. Сиденье как, ручками оставляется или электрическое? Нет, электрическим. Клево, клево. Вот это очень красивая. Кремовая кожа внутри. А это реально вредно просто? Красивый? Да? Прикольно. Четыре, четырнадцать, пять. Покурки мне нравятся. И панорамная. И здесь, видишь, это такая достаточно старая модель на самом деле. Потому что здесь ручками эти штуки выставляются. Да, потому что здесь аналоговые. Да, но очень красиво внутри. Ну вот такая комбинация электрики с этим не любишь. Комбинация вот аналогов. Ну это получается старенькая достаточно машина, но в ней уже максимально вот сколько могли напичкать на то время. Ну так и напичкали. Ну просто вот мне такое ближе, чтобы оно было не просто чисто, а вот комбинация того и другого. Чтобы не экран был, который щупаешь наугад. Классенько. Кнопочки, видишь, вокруг маленькая панелечка еще. Кнопочки. Материал очень клево. Очень здорово, скажи. Мы нашли E, то есть E, EQ, E, это электрические, полностью электрические, новенькие. Посмотри, обрати внимание, вот эта панель внутри, как бы ни хрена не видит. Вот эта панель, когда она от края до края, это один большой монитор. Он уже солнечные дни, это прям. Вот там, где мы были, там было разделено на два монитора, как раз. А это одна сплошная длинная панелька. Ну, прям, да. О, EQS, это F-класс, но электрический. Вряд ли нас в него впустят. Боже мой. Обрати внимание даже на двери. Там есть две треугольничка для управления, даже с сиденьями. Даже не один. Огромные, огромнейшие колеса. 53, это 53 МГ. Тут мощности, конечно. Ну, но. Ну, скорее всего, да, но оно вот прям вот так плавненько все включается одно. Форматик. Ну-ка, и цена 184, да? Всего лишь 184. Зато экономишь на зарядке, на топливе экономишь. В дверях, которые? Да, не откроешь, если села. Да, если села. А, кстати, всегда не открою. Если села, ну и отресы. Трансль демонстрируем. Да, да, они были... По-моему, они так, ну, теперь вначале первые сделали, да? Ну, я не высоко слежу, но по этому полагаю, что отресы делали. Ой, красиво белое матресы. Да. По-моему, на полагаю, почему-то нет. По фарам, по переду как-то. Нет? Я не знаю. Ну, я думаю, да. Как думаешь, что это? Цейл какая-нибудь? АМГ, конечно же. Все это АМГ. GT? Ой, ой, ой. АМГ? Дизайнерский. Типа того, да. Да, то есть прокачанный, тюнингованный. Пленка, скорее всего, даже не краска. Прокачанный, тюнингованный, мощный. Смотри какие сидения, да, спортивные сидения. Обголовники, видишь, какие. У меня такие тоже интегрированные в мои Toyota. Да, чаша. Куча дополнительных кнопочек и гарантик. А мои Toyota за 5 тысяч, что здесь, тоже интегрированные. Да? Идем дальше. Я ничего не знаю. Получается, дальше подъем, это все АМГ. АМГ. То есть, это все такие прокачанные, тюнингованные и по соответствующим ценам. То есть, вот это 136. Это GLE. Ешечка. Это у нас обычная Ешка, не GLE. 160 даже тысяч. Интересно, почему GLE стоит дешевле? Почему JPEG стоит дешевле, чем эта легковушка? Видимо, там комплект какой-то супер-мега прокачанный. Вот она, S. Это 580 электрическая, а там 400 дизель. Дизель? Беленькая, да. У них даже датчики сбоку, не только сзади. Но наверняка, наверняка она закрыта. Ну да, она электрическая, и с ключа получается. Она электрическая. А, сюда, чтобы не... Да, втыкать нефтепровод. Нефтепровод. Розетку. Да, розетка. Розетка. Тут, конечно, ни хрена не видно, но сзади там место... Ну вот такие электрические дисплести выглядят ужасно. Ну, как есть. Они никак не... Сиденья, смотрите, братья-нибудь, с подушечками. Чтобы заснуть? Дефлекторы, воздух, воздуховоды, все это. Ну, подушка напоминает мне, как в поездах, в которых там, где-то тебе удобно жить спать. Это машина, в которой у тебя пульс падает на 10 ударов в минуту. Да, и... Да, она для того, чтобы в ней спать. Посмотри на фары. Обрати внимание на фары. Это же ни хрена необычная галогеновая лампочка. Три разных... Лазерные. На сто это на сто восемьдесят восемьдесят восемь. Ну вот. И, извините, покупать вот эту или вон ту маленькую, но АМГ, то... Конечно, этого вариантов нет. Но, на самом деле, это очень цена такая не очень для S-класса. Я думал, будет дороже. Сейчас посмотрим вот это. Ой, коричневая кожа. Ой, это хрустая. Посмотреть посередине. Посередине панелька занят уже. Видишь, какая? Угу. Открывается. Там могут быть бокалы. Нет, это в майбуте бокалы не перенесли. Подушечки тоже. Сколько дизельная стоит? Спасибо. Ну, чуть-чуть меньше. Есть камера где? Вот вон-то в решетках. Ужасно выглядит. Так, посидеть явно. Али могут спрятать. Посидеть, наверное, у них не получится. EQS. Это S-класс, но электрический. Полностью причем. А вот Epofi... В общем, самая высота. Самая высота Мерса S-класса. Это раньше была отдельная машина, отдельная марка. Мерс выкупила, сделала вот, типа, супер топовый S-класс. Да, но вот они теперь делают, как бы, S-класс. И Maybach это супер прокачанный, мега крутой, с самым большим двигателем S-класс. Назвали его Maybach. То есть, что у нас здесь есть? Такие же сидения с подушечками. Такие же дисплеи, все спереди. Но отделка деревом. Кнопочек больше. Кнопочки, по-моему, на все. Затемненные сзади. Ни хрена не еда вообще полностью. Полное затемнение. Она очень длинная. Это S-класс Long. Диски на колесах другие. Ну и, естественно, раскраска. В общем, это люкс. Сколько я сказал? 200, сколько? 270, помню. 270, ну вот. Внутри тишина, благодать. Едешь и чувствуешь себя защищен. Чувствуешь, как все нищие вокруг. Такую. Так, а все, дальше конец. Да, дальше конец. Ну что, пойдем вниз тогда в Ашке сидеть? А это 208 стоит. Да. Любопытно, как эти двери открываются? Скорее всего, с ключом, когда ты рядом, там вот эта кнопочка посередине. Даже если она автоматом, тебя не чувствует. Охрен знает. Может на кнопочку. Еще одна машинка, которую написано «не трогать». Потому что это явно старенький раритет. Красная кожа. Но. Интересно. Так. В следующем году, если не один год, или несколько, период. Наверное, потому что раньше, ваннуф об чем. Она не так быстро происходила. Машину делали три года? Восемь лет. Восемь лет. Восемь лет. Восемь лет-тирешет. Восемь лет-тирешет третий год. А может это годы производства вообще? Ну, либо это линейка. Это годы производства. Либо реально восемь лет ее делали? Ну, очень сомневаюсь. Скорее всего, линейка, что ее производили восемь лет. Мога цена была до 20 тысяч. На то время даже было 20 тысяч. Ой, обалдеть. Было произведено 25 тысяч восемьсот восемьдесят одна штука. Во. Одна из них здесь. 20 тысяч. А всего 25 тысяч? Да. То есть из 25 тысяч на пяти тысячах ездят? Да. Ну, если они еще существуют. А на 20 тысяч как экспонаты. Круто. Так, а это у нас что? На каком-то у нас покупается? Моторваген номер один. Это первый мотор-машина от Мерса. О, в Рижском моторном музее. Первый паханку. В Рижском моторном музее вот такая штука стоит. А если что-то не ездит на велосипеде? Берт. Да. Это первый бензиновый автомобиль в мире. Угу. Это был патент Бенса. Потом пришел в Daimler. 130 лет. Да. Так, а это у нас зелененькое. Тоже написано, пожалуйста, не трогайте. Это С-класс купе. Старенький. Ему 61-71 год производства. Да, это годы производства. Ему 50-60 лет. На то и даже время С-класс. Дерево, кожа. Ты посмотри, какая хромированная ручка. Боже мой, это автоматик. Понимаешь, насколько он... Робот? Подозреваю, что нет. Или вариатор. Нет, это точно не вариатор. Но, тем не менее, даже на то время подсветочки всякие, понимаешь? Хром. 60 лет машине. С-класс на то время уже максимально, что только доступно на рынке, уже впихивали. Ты это ощущаешь, что когда едешь внутри. То есть, так тяжело объяснить, что там эти финти. Что эти финти-клюшки дают? Так, ну что, идем вниз. Все-таки посидим в роза-голд А-классе. У меня какая красивая есть красненькая. Да, я на нее сейчас и любую. GT какая-нибудь? Да. Ну что, пойдем. Пойдем по леснике. Мы обнаружили ешечку, купешечку, мерседесик. Ой, господи, что я говорю. Купешечку кабриолетик, в котором мы еще не сидели. Ну-ка, ну-ка. Что у нас здесь есть? Двухомая система бурмейстер. Подогрев сидений, обдув сидений, обдув спинки. Как тебе обдув спинки сидений? Это спортивная машинка. Обдув сидений. Я буду в спинке. В спинке? А, это же было. Кто-то, кто-то. Где-то мы нам рассказывали, что вам отдельно. Что есть такое. Большой экранчик. Педалька. Брать внимание на педаль газа, как она справа выделена отдельно. Оно вот, вот спортивная машинка. Кнопочки всякие. Ну, это классно. Это точно классно. Да. Ну, я так понимаю, тебе нравится вообще купе, как таковое. Понравилось мне сидеть. С-шка и А-шка. Ну, маленькая. Мне нравится спортивная машинка. Но здесь два сидения сзади. Здесь на двух человек. Угу. Понял. А это у нас какой модель еще раз? Это Е. Это Е. Ну, они чуть-чуть больше, чем Е-шка. То есть, по сути, да, вот тебе, тебе Ц-шка в самой ту. А-а-а, это уже поменьше, а Е-это побольше. То есть, Ц-шка это твой размер. Тебе нужно. Но ты можешь еще поменьше на А-шку или побольше на Е-шку. Из интересностей в этой машине есть штучка для натяжки конья безопасности. То есть, нажимаешь, и он так вот сюда выезжает. Тогда можно брать удобно, потому что это купешка. И из интересности здесь есть ЧИ. Беспроводная зарядочка для телефонов внутри прям. И двойные кнопок уже некуда разместить, поэтому двойные делают даже. Плюс на песке скорость есть, погонять спортивно. Ой, вот спортивная модель, спортивное направление мне прям нравится. Почтем. И вот такое чудо стоит 82 тысячи. Здесь 250 лошадей, двухлитровый двигатель. А в ВНГ было 306 лошадок. А вот расход есть. 8 средние. От 7 до 12. Бензин мощный. Это ЦЛА. Насколько понимаю, это такая же А модель. Вот такая. Это А. С багажником, который открывается вверх. А это ЦЛА. Long. Может купай. Вот, видишь, это уже не купе, это типа бархат-алькантар или как она там называется. Да. Ой, вот так мне нравится. Да, это явно для эргономики мышек. Вот это, мне кажется, лучше, потому что на предыдущей на Ешке, они здесь были кнопочки, и ты мог случайно задевать. А здесь у тебя часы спереди все. Да, вот такие так, как на тачпаде. Да. И он продавливается, правильно? Нажимаешь именно. Да, продавливается. И кнопочек здесь не в два ряда, а удобно одним пальцем. Просто один большой, но их все равно в два ряда. Это старт. Вон он начался. Отключайся дальше. Круто. Вот, да? Так, сейчас я сяду к пассажирам. Итак, что видит пассажир, когда садится? Стекла. То есть, дверь такая безрамочная. Безрамочный экран. Так, дверь без присосок. Не закрывается. Тоже есть зарядка бесплатная или нет? Хотя вон написано, что там зарядка. Ну, это зарядки, но, по-моему, не без... Прикол, смотри. Для маленьких стаканчиков. Можно маленькие стаканчики. А можно большие стаканчики, да. Нажимаешь на кнопочку, открывается опять. Прикольно. Ну, пластик. Дешевый пластик? Да. Какой может быть другой пластик? Свой пластик. Ну, смотри. Здесь крутить и продавливать. Можно в клыку. Очень так на мышках. Вот, серьезно. У меня прям ассоциация с... Да, прикольно. Фейворит. Парковочная камера. А это у нас что? Не знаю. Не знаю, что. Подсветка вон у каждого. Ну, да, есть. А, и здесь... Здесь три места, получается, сзади. Не как в той. Здесь больше. Ну, да, она больше, чем обычная Ашка. То есть тебе, наверное, пофиг? У тебя только песик там? Да. Так, что у нас здесь подсветочка и все. Ассоциация с старым магнитофоном. Да, мне вот такой прям очень нравится. Паристый, который? Да. Прорезиненный как будто. Здесь, может быть, тоже что-то горит, когда нравится. Так, а это у нас что такое? А, автомат. Не знаю, что. Мне вот эта не нравится. Она... А-а-а! Я думал, она должна быть плавная. Она не должна быть плавная. Если ее медленно крутить, тут позиция есть. Раз, позиция. Вот почему она так неплавная. Она держит. Дальше. Потому что здесь много позиций переходят. Да. Но это, блин... Ой, ну надо какие-то плавности делать в масло. Тоже зарядочка. Одна причем. Держки было две. Что у нас сзади? Ничего. Только обдув. Но зато третий день я... Тоже изофиксы с двух сторон есть. И я так понимаю, что эта штука открывается. Да, она должна... Квадратик надо открывать. Там, скорее всего, подставки для... Подставки для... Давай, Роза Голд. Это была Сейл А стоимостью 47 тысяч и мощность 130 лошадей. Двигатель 1.3. Так, а теперь наш последний хит сезона, так сказать. Роза Голд. Да, десерт. Десерт. 45 тысяч 160 лошадей. И тоже двигатель 1.3. Слушай, они разные? А, ну да, там же Сейл А была. Здесь просто... А. И расход у него средний от 5 до 8. 6. 6 литров в общем. Ну давайте заценим. Здесь есть зеркала для всех четырех. Плюс закрытие полностью. Блокировка вон здесь внутри. Такая же панелька посередине. Сиденье мне такие не очень нравятся. Кнопочки. Мне больше нравится, которые поиска. А, ты имеешься по материалу? По материалу. Это на тебе сидит. Удобно если не видеть материал? Да. Сидеть. Ну супер. Выключено. А мы ее включим. И теперь... Нет. Они 1 километр пройдены. Да, рычагик. И рычагик. Да? Не, ну конечно здесь места никак в целом. Здесь чуть поменьше. А, ну и сиденья тряпичные. То есть это такая бюджетная версия, видимо, поставили. Чтобы все щупали, смотрели. Ну да, и середина не открывается. Тут ничего нет. И сзади даже обдува нет. То есть здесь посередине даже обдува нет. Такая супер простая. Мерседес в минимальном наборе. Мерседес для водителя. Да, Мерседес только для водителя. Вот все. Вот эта вот часть, панелька впереди. Все. Больше в машине ничего нет. Все остальное. За остальное, пожалуйста, обращайтесь в другие модели. Багажник. Написано, пожалуйста, дорогие гости, не закрывайте багажник. Так, что у нас там внизу по трубам? Так, Скотти, пожалуйста. Смотрите, обманка. Так, Скотти. Вон там трубы. Выхлопная идет. И вот это просто обманка для декорации. Вот эти две штуки выхлопные. Там нифига не выхлопные трубы. Это просто декорация. Выхлопная там просто вниз идет. Сбоку. Ну, в общем, в общем, вот так вот. В общем, А-класс? Нет, я не, нет. Не для тебя. Но она пустая. Она реально пустая. И ее Ц-класс. Они будут ехать и думать, нахера ты купила Мерседеса такую стоимость. Потому что там ничего нету. Пустая. Даже потом думать. Ну, да. Короче, тебе нужна либо Ешка-купешка, либо Ц-шка обычная, либо ЦЛА на крайняк. Какой-нибудь? А потому что им не надо щели делать для обдува. Водопад. Кажется, что он так медленно-медленно-медленно течет. Очень красиво. С высотой. Очень классно. Так. А я на самом деле пришел посмотреть вот на эту красненькую. Вот на эту. GT. А, уже продано кому-то. Ничего себе. 370 тысяч. GT Black Series. Е-мое. Что здесь у нас? 730 лошадок. 4-х литровый. Напа. Кожа. Пакет Black. 7-ступенчатая коробочка. В общем, дофига всего. И расход. 13. От 11 до 17. Всего лишь. Ну, выглядит, конечно, огонь. Вот как вот этот огонь. И вот мы нашли одну единственную открытую электрический GT. И Kill A. Это тоже Ашечка, оказывается. Потому что она дешевая. Наступся 5 тысяч. Всего лишь. 50. Не, 55. А, 55. Просто 50. Это такой же Э-класс, только джипик. Электрический. И электрический. Ну да. То есть, все то же самое? Да. Билетная, но большая. Ну, смотри. Обработка. То есть, сиденья такие же. Такая же. Это не кожа. Но здесь есть дефлекторы. Значит, здесь, конечно, комплектация. Это на себя лучше, чем в розовой Ашке. Вот это мне нравится больше. А в Ашке... А сейчас почитаем, что это. Либо я путаю. Ну, это такой же, как был в целом. Может, это потому что форма здесь, кстати, чем лучше. Ну, короче, это мне как-то нравится. Здесь комплектация богаче. Больше. Сзади, прям по заду видно. Кнопочки выше. Тут, как-то, какие-то финтиклюшек больше. Сиденья, может, по-другому какие-то более дорогие, удобные. Материал тот же, да. То есть, это не просто вот так, как имитация кожи может. А, так, бархатистый немножко. Ну, здесь обычно сиденья, простые, безубежные. Здесь есть только фотографии, насколько я понимаю, вентиляции нет. Уже для вентиляции нужно дырочку. Давай, все, все, пойдем. Крутяк. Так, и напоследок, последний кадр. А, кстати, вот так, красненькая машина стоит 380, 370 тысяч. 375. 370-8. И там 800 лошадей почти. 55. И у нас здесь сиденья, которые называются... Крен знает, как они называются, потому что дети. их нету 10 hands free есть ладно пойдем надежда надежда кардиона она твердая я снимаю а в смысле пассажир нету вот все вот так это спортивная слр так тебя все летит можно можно подумать посмотреть в общем это у нас с макларен вот это сл слр что-то макларен вот 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 макар где а в натуре точно макару 750 тысяч нет лучше вот у красненькую она в два раза дешевле и у нее защита все пойдем искать туалет пожалуйста вот вот такой мы сегодня можем позволить напоследок а муж не напоследок хотел снять как попасть в туалет это я кстати сегодня так вот этот как попасть в туалет марсадес центре где я целый катакомбра может попасть в общем вроде бы туалет мы идем по темным коридорам по лестнице на нужную лестницу надо попасть еще здесь вот тут вот а теперь представьте что надо идти в в общем засим мы прощаемся с мерседес это даже не центр это просто как предстоительство на сегодня ой спасибо и встретимся ребята когда будем снимать что-нибудь еще мы на савиньон плац это такая круговое движение развивочка несколько улиц встречаются в одной автобусе мы идем пить пирожок ой кушать пирожок и пить чай посмотрим куда еще еще не знаю мы в кафе канза который называется мартышечное кафе кофе drink your monkey посмотрим что внутри здесь внутри столик большой длинный и на улице куча столиков на улице вообще вон как сейчас тепло светло и дофига народу из столиков посмотрим что внутри а внутри здесь вот так а это такой же магазинчик даже прикольно у них кафешка и магазинчик а вон там куча 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 напиток предлагает в общем круто мы в кафе который называется не кис маме внутри сиденья и шкаф с песиками с книжками круто очень красиво боже мой и это просто какая-то кафешечка очередная на улице кафешечка вообще круто бар вот эти не постучи не боюсь а в общем вот такой вид снаружи в никис мамзен на улице вот такие бархатные столики вот такие красят вот про такие стульчики вот эти дешевле говорите все что они очень классные хочет такой столик и вот в этой кафешечке кто-то делает селфики кто-то снимает хот-чоколад и дино и мы ждем в супчике а вот нам принесли супчик это у нас томат крым зубы а это у нас министротти министроли струны струны короче маленькие струны привет воробушек они хлеб увидели они увидели хлеб и все конечно если бы не подкармливая разве бы они знали что можно так сесть на стул и и наблюдать как кто-то я думал ты кусочек ему кинешь все продолжаем кушать